МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидаты на старт. Областная избирательная комиссия начала прием документов от претендентов на пост главы региона. Обещанного ждут уже не три года, а гораздо дольше. Новгородцы продолжают жаловаться на отсутствие парковки у областной больницы. В мэрии дают новые обещания. Песни, игры, танцы старины. Фольклорный театр Круговина проводит серию благотворительных концертов в социальных учреждениях региона. Завтра в Великом Новгороде начнутся большие плановые отключения горячей воды. В ряде домов на торговой стороне она появится только в сентябре. С 16 июня по 15 сентября горячей воды не будет в 11 домах, расположенных на улицах Державина, Якова, Павлова, Андреевской, а также в двух корпусах детского сада номер 46. Мира вынужденная, поскольку в котельных, которые обслуживают эти здания, проводить работы можно только после их полной остановки. На остальных объектах теплоснабжения отключения потребуются только на финальных этапах модернизации. Две котельные мы будем предупреждать потребителям о том, что будет отключение на месяц. Ну и три котельные будут отключения на две недели. Естественно, всех потребителей за 15 дней мы уведомляем. На семи объектах модернизация уже началась. Демонтируются старые котлы, насосы, дымовые трубы. В котельной на улице Береговая, расположенной на территории психиатрической больницы, уже начался монтаж нового оборудования. По словам тепловиков, горячей воды в этом медучреждении не будет всего сутки. То же самое и в корпусе на улице Яковлева, центральной городской клинической больницы. В котельной, которая обслуживает стационар, установка современного оснащения начнется со дня на день. Добавим, что после модернизации все девять котельных будут работать в автоматическом режиме. Сегодняшнее заседание правительства области вновь было выездным. Теперь его приняла Старая Русса, и значительную часть повестки посвятили вопросам развития именно этого муниципалитета. Основные направления для потенциального роста — сельское хозяйство, образование и, конечно, туризм. Знаменитый курорт, легендарное озеро Ильмень, прекрасные места — все это дает Старорусской земле очевидные перспективы. Создание базы для соревнований шахматистов из разных уголков страны и строительство кролика-фермы с инвестициями в полтора миллиарда рублей. Такие проекты вполне могут стать реальностью. Дело за системной работой, отметил глава региона. Я считаю, что у территории есть хороший потенциал, есть все необходимое. Природные условия, историко-культурное наследие, хорошая логистика, значимый и развитый бизнес. При этом есть, безусловно, и проблемы. У нас вклад района в ВРП сокращается, растет муниципальный долг, растут недоимки по налогам, и, конечно, на фоне достижений эти недостатки, безусловно, нивелируют успехи. Вот, собственно, для этого мы заседание правительства и проводим, для того, чтобы разобраться подробно во всех проблемах. Кроме того, обсудили проблемы здравоохранения, поддержку в районе малого и среднего бизнеса, она, к слову, пока недостаточная. Еще раз пояснили и судьбу площади возле выставленной на продажу водонапорной башни. Опасения местных жителей и предположения некоторых СМИ разбились о законодательстве Российской Федерации. Подробнее об этой и других темах заседания правительства области смотрите в наших выпусках завтра. Сегодня областной избирком начал прием документов для выдвижения кандидатов на должность губернатора. Что нужно сделать, если вы чувствуете в себе силой и уверенность вести Новгородскую область к светлому будущему? Расскажет Алена Сувтина. Для большинства жителей Новгородской области сегодняшний день ничем не примечателен. Ну, разве что прямой линией президента или тем, что в середине июня наконец-то светит солнце, а не льет дождь? А вот для политических партий сегодня на самом деле начинается горячая пора. Новгородский избирком начал прием документов для выдвижения кандидатов на выборы главы региона. Впрочем, столпотворения и очереди из желающих сесть в кресло губернатора у дверей кабинета избирательной комиссии мы не увидели. Все тихо в штатном режиме. То ли кандидаты все еще сомневаются, то ли пакет документов еще не собран. Политических амбиций и паспорта гражданина Российской Федерации в этой гонке недостаточно. Это избирательный участок приходит только с паспортом. 10 сентября с 8 утра ему предоставляется возможность до 8 вечера. А вот заявить о том, что тот либо иной гражданин Российской Федерации, потому что баллотироваться могут только граждане Российской Федерации, достигшие 30-летнего возраста, они уже сдают целый пакет документов. Итак, в первую очередь, потенциальному губернатору необходимо при себе иметь решение политической партии о выдвижении кандидата. Далее заявление самого кандидата о согласии в участии региональной кампании, документы об образовании, копию трудовой, справки о доходах, справку о наличии или неналичии судимости и еще много чего. О готовности собрать ворок документов и вступить в честную борьбу за губернаторское кресло уже заявили справедливо Россий и Яблочники, только с кандидатами пока не определились. От ЛДПР на выборы пойдет Антон Морозов. Коммунисты доверяют это право Ольге Ефимовой. Уже в эту субботу со своим кандидатом на должность главы региона определится и Единая Россия. В праймере с партией власти принимают участие Андрей Никитин и Сергей Яковлев. Самовыдвиженцев эти выборы не предполагают. Региональный законодатель определил, у нас, кстати, закон полностью соответствует федеральному закону, нормативная база достаточная нам для проведения выборов. И то, что института как бы самовыдвижения, на данных выборах региональных его нет. Но региональный законодатель определил, что любой гражданин, не член партии, может обратиться в любую партию и предложить свою кандидатуру. Таким образом, теоретически кандидатом на должность губернатора может стать любой, хоть сантехник, хоть домохозяйка. Благо, к кому обратиться за политическим доверием, на Новгородчине хватает. По последним данным, на территории нашей области зарегистрировано 42 региональных отделения политических объединений. Но поторопиться все же стоит. Документы в региональном избиркоме принимают только до 18 часов 4 июля. Алена Суфтина, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. В нашу редакцию обратились жители Великого Новгорода. Они столкнулись с весьма неприятной ситуацией при посещении областной больницы. Сразу подчеркнем, это не касается непосредственно услуг, клиники и работы медперсонала. Речь идет о старой, уже покрывшейся плесенью, проблеме парковки возле медучреждения. Точнее, ее отсутствии. Обещаниями, что вот-вот и что-то появится, муниципальные власти кормят уже несколько лет, а воз и ныне там. Сдвинется ли он с места, выясняла Кристина Абелян. Дорогой подъезд к областной больнице всегда уставлены авто, несмотря на запрещающие знаки. 9 июня Павел Захаров оставил здесь и свою машину. Молодой человек привез на сдачу анализа в свою девушку. Она больна раком. Так как она себя плохо чувствует, и ходить в большое расстояние она не может. Мы сюда приезжаем, нас через КПП не пропускают, потому что нужен пропуск определенный. Когда пара закончила обследование, машины уже не было, ее увез эвакуатор. В тот день погода была дождливой, и это обернулось для больной дополнительными осложнениями. Пока мы добирались до штрафстоянки, куда забрали нашу машину, она, конечно же, промокла. Идти обратно в отделение, это опять же минут 20, с остановками совсем, ну, остановились здесь. Она простыла, сейчас снова лежит в больнице. Ее вчера госпитализировали в очень плохом состоянии, с температурой, пониженный гемоглобин. Впрочем, то, что машина была эвакуирована, молодого человека не удивляет. Правило он нарушил осознанно и штраф оплатил. Хотя, как утверждают сотрудники больницы, проблем можно было избежать. Просто объяснить на пропускном пункте, что пассажир авто в тяжелом состоянии. Машину бы пропустили на территорию клиники. При этом официально эта ситуация никак не регулируется, а решается лишь на словах. Документально право оставлять транспорт на больничной парковке имеют только сотрудники учреждения и те, кто сюда госпитализирован. Те пациенты, которые приезжают к нам на лечение, у них есть направление. С этими направлениями они приходят, им выдается временный пропуск. Временный пропуск выписывается после того, как человека госпитализируют к нам в учреждение. И он ставит машиночку на стоянку, парковочку. Посетители больных или же сами пациенты, не найдя удобного места вблизи учреждения, продолжают рисковать. И ежедневно оставляют транспорт на запретной территории. Парковка организована таким образом, что в проезжей части улицы Павла Левита запрещена остановка. Транспортный средств посредством установки дорожного знака 327 с табличкой ведется эвакуация. Если водитель транспортного средства оставил ее в зоне действия дорожных знаков, то тогда машина будет эвакуирована и помещена на специализированную автостоянку. Держа ответ, городские власти вновь пообещали, что скоро парковаться здесь можно будет на законных основаниях. Возможно, многолетняя проблема решится уже в следующем году. На сегодня есть вариант размещения по улице Павла Левита. Данный вариант находится на технической комиссии. После сбора технических условий от коммунальных служб будет принято решение о проектировании данной парковки именно по улице Павла Левита. Это будет уширение улицы в парковочный карман. О количестве парковочных мест пока неизвестно. Подготовка начнется в нынешнем году и в идеале новая площадка должна появиться уже в 2018-м. Впрочем, те же обещания звучали и пять лет назад, когда проблема уже остро заявила о себе. Так что даже поговорка «обещанного три года ждут» в данном случае явно устарела. Кристина Белян, Олег Федоров, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидении. Пока же, судя по всему, начала решаться проблема другой парковки, о которой также заявляли многие новгородцы. На территории у торгово-развлекательного центра «Мармелад» сегодня началась установка лежачих полицейских. Новгородские дрифтеры приспособились использовать парковку у «Мармелада» как площадку для своих развлечений еще с момента открытия торгового центра. Вскоре стали поступать жалобы от жителей улицы Завокзальная. Экстремалы беспокоили людей шумом. Кроме того, через дорогу расположен онкологический диспансер, пациентам которого также необходим покой. Полицейским найти управу на нарушителей тишины и порядка не удавалось. Согласно закону дрифт, в понятие «агрессивная езда» не входит и наказанию не подлежит. Сейчас руководство торгового центра принимает меры по ограничению езды на прилегающей территории. Сегодня на площадке установлено несколько лежачих полицейских. Планируется, что всего их будет 14. Владимир Владимирович красил сегодня скамеечки в новгородском детском доме. Депутаты городской думы во главе со спикером Тимофеевым вооружились кисточками для благого дела. Яркие краски лета детям дарят депутаты думы Великого Новгорода уже четвертый год подряд. На собственные средства участники разноцветного субботника приобретают лаки, кисти, растворители и приводят в порядок дворовые площадки в детском доме в деревеницах. Это, конечно, только один из этапов нашего участия, нашей поддержки детскому дому. Сегодня мы с депутатами определились, что нужно переходить к гораздо более серьезным решениям и действительно сделать территорию детского дома благоустроенной, чтобы дети поистине радовались тому, что они видят. В рабочих рукавицах парламентарии красят лесенки и горки вместе с членами молодежной палаты при Доме Великого Новгорода. Такого рода трудотерапия в этом центре востребована. Объем работы немаленький. Качели, скамейки, веранды и турники. Все требует заботливых рук. Сейчас в детском доме воспитываются более 30 малышей от 3 до 7 лет. Для них любые гости – настоящий праздник. Дети наши ограничены в общении, поэтому для нас каждый человек, который с позитивом приходит к детям – это большой друг. Конечно, потенциально они видят в них мам и пап. Ну, такая вот особенность наших детей, поэтому мы не запрещаем. Они общаются, подружески общаются. Без внимания не остался никто. Каждый воспитанник получил подарки соответствующей тематике красочной акции. Это мелкие наборы для рисования, мыльные пузыри и разноцветные шары. А кульминацией стали коллективные прыжки на батутах. Малыши дружно скакали, ну а депутаты любовались в стороне яркими красками лета. Фольклорный театр «Круговина» начал серию благотворительных концертов в социальных и медицинских учреждениях региона. Первыми интерактивную этнографическую программу увидели воспитанники детского центра в Юрьеве. Песни, игры, русские обрядовые танцы и всеми любимый хоровод. Все это веселье дарит народный коллектив «Круговина». По просьбе главы региона Андрея Никитина ансамбль дает благотворительные концерты. Первым в списке оказался новгородский реабилитационный центр для детей и подростков Юрьева. Формат программы интерактивный, что для особенных деток как раз самое то. Он позволяет и социализировать деток, включить их в активную какую-то такую игру. Вот, что несомненно, наверное, самое такое естественное, что возможно, как ребенка включить, чтобы он начал активно двигаться, активно действия какие-то производить. За много лет существования ансамбля у «Круговины» разработана фольклорная этнографическая программа, которая призвана познакомить детей с традиционным и аутентичным фольклором. Эти игры, пляски, обряды и обычаи на самом деле бытовали в новгородских деревнях и были частью жизни наших предков. На импровизированной сцене девушки в традиционных костюмах пляшут свою партию. Парни подпевают, гармонист аккомпанирует. Поговаривают, гармонист считался важнейшей персоной на деревенских вечерках. Если по какой-то причине диджей того времени отсутствовал на празднике, приходилось выкручиваться с помощью подручных средств, например, печной заслонки. Край повеселее, деревенка лодушка, в походе не работаю, но горькость и девушка. Помимо танцев и песен, артисты «Круговины» рассказывают зрителям историю происхождения русских обычаев. На их площадке уже существует детская этно-студия «Кот Васенька», в которой занимается шесть групп. Начинают ходить туда детки от года вместе со своими родителями. Из-за того, что численность коллектива постоянно растет, «Круговине» пришло время расширять свои границы. Так был задуман проект «Васенькин Дива-дом». В нашем городе обязательно должен быть такой центр, семейный, культурный центр, где дети смогут заниматься традиционной культурой вместе со своими родителями, с бабушками, с дедушками. А таких семей у нас очень много. Проект «Васенькин Дива-дом» размещен на краудфандинговой площадке boomstarter.ru и нуждается в финансовой поддержке. Сбор благотворительных средств завершится сегодня около полуночи. Ну а впереди еще два концерта традиционного фольклора по просьбе временно исполняющего обязанности губернатора области. На следующей неделе «Круговина» выступит в детской областной больнице и в одном из детских домов. Людмила Александрова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды на пятницу, 16 июня. А я прощаюсь и желаю приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова